Судебное разбирательство в Дертулинском районе в отношении замглавы этого района на самом деле очень важное явление. Вот почему. На прошедшей неделе суд признал замглавы Дертулинского района виновным в мошенничестве. Он требовал и получил откат от местных сельхозпроизводителей. Откат он получил в размере 220 тысяч рублей за содействие в получении субсидии сельхозпроизводителем. Суд признал его виновным, что смешно и характерно взыскал с него штраф в 200 тысяч рублей. То есть мужчина остался в наваре в 20 тысяч. Другого наказания суд ему не определил за мошенничество, что крайне, скажем так, мягкое наказание по 159 статье. Но я говорю о другом. Я говорю о том, что вот эта история, это очень важный знаковый момент. Дело в том, что распределение сельхозсубсидий в последние годы это глубоко криминализированный бизнес, выстроенный внутри Минсельхоза, выстроенный вокруг Минсельхоза. И вот то, что суд признает механизм получения этой субсидии криминальным, это очень важно. Дело в том, что не только замглавы вот этого Дертулинского района является получателем этих денег, цепочка получения откатов по сельхозсубсидиям тянется значительно дальше. Вот на это нужно обратить внимание. В Минсельхозе выстроена некая система обслуживания процессов выделения этих субсидий, что первично стрижет шерсть с несчастных сельхозпроизводителей, которые там еще только на этапе подачи документов это делают. Ну и так далее, и так далее. В общем, вот этот никому неведомый, абсолютно ничтожный микроскопический судебный процесс в Дертулинском районе на самом деле должен стать стартом к серьезным процессам в Минсельхозе, ну и с последующими выводами и изменениями. Минсельхозе 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 Минсельхозе